Привет всем! С вами Трейдмастер. Простите, друзья, за мой голос. Я немножко приболел, так что для вас будет минус звук чуть-чуть. Мы сегодня с вами пообщаемся о первых футиз, о номинантах, о том, какие СБЧ-шки нам стоит ожидать и как правильно к ним готовиться, чтобы себе собрать и, возможно, заработать какую-то монетку на этом всем. Поэтому, сразу же в первую очередь хочу сказать, сегодня вышли у нас футсвапы и я удивлен, потому что мы получили очень жесткие карты, которые, к сожалению, мы уже, скорее всего, в СБЧ-шках не увидим. Такие, как Дэни Эльваз, нужно 3 футсвап-карты, тот же Квинси Промис. Как жаль, я его так бы собрал с удовольствием. Нужно всего лишь 4 футсвапа, я думаю, получить эту карточку будет, в принципе, реально. Вот, и также можно заметить, он уже сменил клуб и он теперь под эмблемой Аякса. Дальше у нас Боатенг, я эту карточку тоже очень сильно хочу получить, но, допустим, если я хочу получить и Квинси Промиса, и Боатенга, мне придется целый месяц работать, пахать, чтобы получить эти карточки обмена и потом получить эти 2 штучки. Ну, очень тяжело. Также Муньер, 9 футсвапов, средняя икона, снова же это, наверное, никому не интересно. Также Давидсон Санчез, блин, мы все-таки угадали на предикшене и с рейтингом его, и со статами угадали. Очень жирная карточка, это, наверное, ну, это, наверное, из лучших центральных защитников в игре, однозначно. Нужно аж 12 футсвапов, это целый месяц платить. И последняя карточка, это Маркус Рашворд, 14 футсвапов. То есть, если вы большие фанаты АПЛ, и вы хотите получить эти 2 карточки, скорее всего, вы их не можете получить, потому что максимальное количество футсвапов это 14, а на этих двоих вам нужно 26. И сразу же у меня, в принципе, заградывается идейка, вдруг и ашники выпустят команду в футиспаках. И все эти игроки там будут доступны, и еще много других интересных. Вот, это реально. Честно вам скажу, я думаю, ашники могут такое сделать впервые в истории, ну, где точнее. Я играю эту игру с FIFA 16, но я не помню, как там проходили футис. Возможно, там тоже они были в паках, но от FIFA 17, где я уже трейдил, я не помню, чтобы EA Sports добавляли футис-карточки в паке. Но, возможно, этот год будет нововведение, мы получим завтра. То есть, уже когда вы увидите этот видеоролик сегодня, и мы на команду в футиспаках. Это не исключено, между прочим. Дальше, я хочу поговорить о СБЧшке. Мы получили номинанта на лучшего правого полузащитника. Это был Лозано, также Джелсон Мартинес и также Бальдегио Китас Интера. Подбор игроков, честно говоря, отстойный, потому что это даже не прикольно. Не знаю, как вам. Я думаю, у Лозано выиграет без сомнений, потому что я вижу, как другие Туб Крейтери именно за него голосуют. За кого проголосовали лично вы, также дайте мне знать обязательно. Мне интересно будет услышать ваше мнение. Как заработать на Лозано и как собрать? Лозано играет достаточно тяжелый подлинки лиги. Это Иродивизия плюс нации, а также минус. Какие варианты для вложения? Ну, в принципе, я рискнул и взял Думфриса за 345. Не знаю, сколько он стоит сейчас, потому что как вы залинкуете Лозано по-другому, я в принципе не знаю. Он уже поднялся, потому что Викинг Лига на носу. Я думаю, если его купить до 360 тысяч, то это еще неплохая инвестиция, потому что... Людям нужно как-то его залинковать. Я вам скажу так, это непросто. Также тот же Де Йонг, они также играют в одном клубе. Люк Де Йонг, он также сменил клуб, по-моему, он пришел в Севилью. Вот, конечно, карточка не супертоповая, но я еще раз говорю, людям как-то нужно будет его поставить в команду, потому что его собирать будут. Дальше насчет сборки давайте поговорим. Он мексиканец, соответственно, можно пару высокоретинных карточек мексиканцев купить. Нужны ли будут информы в сборку? Я думаю, нет. Я думаю, будут просто нужен рейтинг какой-то 84-85. И на этом все. Это мое мнение. Также он играет в Иродивизии. Возможно, игроки в Иродивизии, такие как тот же Зи Эч, он дешевый. Далик дорогой. Я не знаю, стоит ли вам ее покупать. Он очень дорогой, но он не паков. Также, в принципе, ниже он пойти особо не может. Также игроки именно с PSV. Возможно, будут нужны какие-то игроки типа того же Зуэта, типа того же Лозан. Также можно взять по карточке в клуб обязательно. Также, если будут нужны голландцы, потому что все-таки лига голландская, возможно, такие карточки, как Робин Де Пай по одной штуке, Суто для себя собрать, то есть в составе, чтобы вы могли собрать сборку. Это, ну, как по мне важно, лично я буду собирать полностью все футис карточки, потому что я сейчас занимаюсь коллекцией в FIFA. Также сегодня мы получили еще одного номинанта на позицию лучшего центрального полузащитника. Ну и здесь, в принципе, конкуренция достаточно простая для Фреда, потому что я не думаю, что Рената Санчес и партии имеют какие-нибудь шансы. И то, что я вижу, исходя из статистики, в принципе, все выбирают Фреда. Я не буду исключением, я также хочу его видеть, плюс я большой фанат Шахтера, а Фред там когда-то играл, и мы его выбираем. СБЧа на него мы ожидаем уже увидеть в субботу. Также, в принципе, как нам готовиться к тому же Фреду, да, как, в принципе, мы можем инвестировать под него. Но здесь также, я думаю, СБЧашка будет достаточно простая. Я думаю, рейтинг 85, ну, в худшем случае 86. И на что он наделал лучше акцент? То есть акцент я бы делал именно на игроков Манчестер Юнайтед с рейтингом 85, плюс таких как Матич, таких как тот же Алексей Санчес, Лукаку. Взять по штучке, пусть цвет в клубе. Возможно, он вам пригодится, именно Фред в составе. Я думаю, там статы будут очень солидные и очень серьезные. Плюс, я думаю, вы играли за его золотую карточку в начале игры, как минимум трейдили, потому что мы на нем также подняли очень много монет. Я думаю, люди будут его собирать. Я думаю, также игроки с Бразилии и в АПЛ, которые играют, допустим, такие как Фернандиньо, такие карточки, как тот же Фабиньо и Вильян. Эти карточки также, я думаю, очень сильно могут набрать, потому что они будут нужны в условиях. Но сейчас такая ситуация, вот мы говорим о бразильцах, таких как тот же Филиппе Луис, которого, по-моему, уже даже на маркете нету. Он идет по максималке, потому что вышел тот же Давид Луис, центральный защитник, его флешбек. Вот, и все бразильцы немножко набрали. Но, я думаю, можно при закупите себе пару штучек на всякий случай. Или завтра вы это можете сделать во время пак-опенинга. Я думаю, завтра у нас будут снова же эти лайтинг-раунды, промо-паки завезут, яшники. И рейтинг еще пойдет чуть-чуть ниже. Также стоит обратить внимание на того же Роберто Фельмино, на Косту, на Тиагу Силву. Все в зависимости от рейтинга. Я думаю, базовый рейтинг будет 85, 86, 87. Вот эти карточки будут ходовые по ТСБЧ. Дальше также, как вариант, поговорить можно насчет линков. То есть, как его залинковать. Ну, Фреда залинковать просто, потому что вышли именно тотцы АПЛ. И очень много ядовцев АПЛ сейчас на марке. Вы можете купить много из них. Возможно, некоторые из них подрастут. Но здесь такая ситуация 50 на 50. Потому что есть как и в одну сторону вариант, так и в другую. О чем я имею в виду? Именно инвестиции в особые карточки Манчестер Юнайтед, ну, я не знаю. Потому что Фред может как и позитивно повлиять, так и негативно. В плане позитивно. Тот же Поль Погба, его информ, который сейчас в паках находится, он может наврать. Потому что люди, возможно, будут Фреда вместе с ним ставить. Но с другой стороны, Фред также будет оказывать давление на них. Фред может также очень сильно повлиять на цену того же Фернандиньо Тотца. Потому что если сборка того же Фреда будет стоить 1150, а Фернандиньо на маркете стоит явно больше, в два раза больше, вот, это может повлиять на его цены. Но также с другой стороны, возможно, люди скажут, окей, давай мы сделаем супер парочку в виде того же Фреда с тем же Фернандиньо. Это так как вариант так же, тоже может поднять его цену. Еще есть третья сторона. Возможно, завтра в паках мы увидим того же Фабиньо Фудис. И эта карточка вообще может прибить полностью все центральные полузащитники с АПЛ. То есть я бы инвестировал именно под СБЧ. Потому что сборку делать, скорее всего, нужно, карточка будет классная, карточка будет, думаю, дешевая. И я бы обращал внимание именно на АПЛ и на бразильцев. Вот такой вот видос. Ребята, так же я запишу обязательно видос насчет обзора маркета. Потому что сейчас происходит обвал маркета. Я обязательно это проанализирую. Дам вам свою позицию, что я думаю, какое направление маркета будет в дальнейшем. Если вам такая идея нравится, не забудьте о лайках. Это для меня знак о том, что вам эта тема интересна. И вы еще в игре. На этом у меня все, друзья. Если понравился видосик, поддержка, комментарии, подписка. Всем пока.